Я хочу рассказать, давайте я начну все-таки с Божьей помощи, рассказать некоторые вещи попроще, чем в прошлый раз. Идея состоит вот у чего. Сейчас я попробую найти то, чего я хотел, на чем остановиться. Сдержаться в чате. Итак, давайте попробуем. Значит, идея в начале, исходная идея, состоит в следующем. Что Сепергет-Цера вообще-то рассказывает о сотворении мира. Главный пункт, с которого начинает Сепергет-Цера, это создание словов. В этом смысле Сепергет-Цера начинает с одной фундаментальной вещи. Ее интересует то, чего нет в книге Борисовича. А именно инструментарий, вот этого сотворения мира. Инструментарий, в первую очередь, инструмент Святого Благословения, он – это речь. В этом смысле, слово «руах», которое в христианских переводах переводят «дух Божий», в общем, некоторое общее правило состоит в следующем. Что, да, это Дух, это правильно. Вот, что понимается под «дух Божий», это как раз вопрос. И он довольно фундаментальный. Как вы помните, начало описания творения состоит в том, что вначале создано небо и земля. И непонятно, откуда берется вода, потому что Дух Божий парит над водой. Вот слово «поит» за неимением лучшего я здесь употребляю, потому что это неправильное слово, которое там довольно трудно перевести, раха. Оно там плывет, хотите, плывет по воздуху раха. При этом происходит следующее. То, чего книга Еццера пытается пробить. Мир происходит как бы от слова, но это слово является одновременно чем-то намного большим, чем слово. И это слово обозначается словом «руах», но при этом этот «руах» – это не только слово, но и душа мира. Вот происходит некоторая такая странная вещь. Вот как в человека всевышний вдохнул душу, так всевышний в мир вдохнул рах. Вот я хочу обратить внимание, что в человека вдохнули именно душу, нешама. А в мир всевышний вдохнул не нешама, а рах. И я говорил, когда вот обсуждал анатомию устройства души и приводил в качестве базовой схему Репхайма из Воложена, я говорил, что нефеш – это то, что телесная часть, роах, нешама выдыхаемая и роах. Значит, дело в том, что вот этот роах – это некоторая средняя часть нашей истории. Но самое фантастическое состоит в том, что по книге Яцеран вот эти 10 чисел, с которых все начинается, или 10 сферот, тут вопрос о комментариях. Но они начинаются с того, что первое число – это рох, или первая сфера – это рох. Причем образ, который употребляет книга Яцеран в Мишне 7, вот там, где выделены… А, надо… Сейчас я просто исхожу из того, что вы видите. Сейчас я шерплю. Шерип сделать? Нет, не буду. Значит, самый главный образ, который идет при рассказе о сотворении – это шалгевет шураба гахела – огонь, привязанный к углю. Имеется в виду следующее вид, что роах, о котором идет речь, он подобен огню или жару, который уходит от угля. При этом уголь невидим, невидим. То есть, как бы, по наличию жара вы догадываетесь, что есть уголь. При этом разделить уголь и жар, исходящий из него, невозможно. Точно так же. Рох, он исходит от Всевышнего, но даже вот этот первый роах – это вещь, которая является вещью именно душой мира, если хотите. Потому что то творение, которое слово, в терминологии книги Яцера будет обозначаться руах мируах – дух от духа. То есть, как бы, вначале в мир появляется душа мира, но душа, я обращаю внимание еще раз, не душа разумная. Вот не надо думать, что мир разумный, вот этого нет. Но при этом он одушевлен, и это разно. Я напоминаю вам, что термин руах, когда речь идет о психологии, обычно применяется как сильный дух, то, что ведет, та часть, которая заставляет вести за собой или самого человека, или окружающего. Я напомню, что Игашуа избран в качестве наследника Моше именно потому, что иш-ачер-рох-бо – вот не сказано, какой дух, его дух. То есть, человек, который способен повести за собой. Вот это вот. Так вот, дух мира, душа мира, она ведет за собой, то есть она в высокой степени довольно многие вещи определяет. То есть, вы не можете с пренебрежением отнестись к тому, что называется силой вещей. Вот у Пушкина есть такой очень правильный термин силы вещей в русском языке. Значит, это тот самый вот рог, который заставляет быть. Но творение происходит чуть-чуть на более низком уровне. И в терминах книги Еццера – это руах-мируах. Это дух от духа. Вот это и есть слово. При этом слово, вот теперь начинается то, что составляет душу книги Еццера. Слово книги Еццера воспринимается не просто как слово, а разбирается именно как составные части слова. То есть, получается следующее, что как бы слово – это не единица, а слово, оно состоит из букв. И в результате появляется 22 единицы, которые образуют слова. При этом… И еще одна вещь – это 10 то ли цифр, то ли сферов. То есть, у нас получается такой мир, организованный вот таким образом. При этом буквы, они как бы происходят из цифр. Вот это довольно важная вещь, что буквы, они происходят из цифр. Но при этом они, точнее так, буквы, они происходят сами по себе, но под влиянием чисел они делятся на три группы. Очень важно. Вот три группы букв, они по-разному влияют на мир. И в этом смысле книга Еццера традиционно понимается как очень фундаментальная вещь, связанная со всей магией, хотите, умениями. Это как панетика, то есть слово, а слово – это не слово письменное, слово – это слово устное, влияет на мир. То есть, как название влияет на мир. Как это определяется? Определяется это с помощью 22 букв. 22 буквы, о которых идет речь, значит, тут фундаментальная вещь состоит в следующем. Что, вот, если роах-ми-роах, число один, вообще-то, вот, с точки зрения книги Еццера, число один – это то самое слово, которое единица, которое невозможно, это единство, перед которым ничего не бывает. А вот число два, число два, оно как раз занимается тем, что от него происходят 22 буквы, разбитые на три группы. Три группы, да, и, значит, да, ну, значит, сразу скажу, что третье, число три – это… материя мира, а число четыре – это материя уже духовная, вот по поводу числа. Итак, один у нас – это неуловимое первое, два – это то, что создает инструмент буквенный, три – это материя мира, а четыре – это материя горного мира, вот здесь вот такой счет. Теперь, пять, шесть, семь, восемь и девять, да, и десять – это шесть сторон света, это пространство. Вот здесь, когда я говорю о слове пространство, я несколько аккуратно хочу сказать, что оно как бы еще неорганизованное, при этом, когда мы говорим про число три. Нас же будет интересовать то, ради чего книга Ецера написана, а именно ради букв. А тем самым, как бы мы сразу идем к третьей главе, а именно ситуация выглядит так. Есть три буквы основных – алоф, мэн и шеи, семь букв двойных и двенадцать букв простых. Всего двадцать… Сколько? Двадцать две получилось? Три плюс семь плюс двенадцать, правильно, двадцать. Двадцать две буквы. Они по-разному абсолютно проявляются в мире. То есть, они похожи внутри каждой группы. И первые три буквы, первая группа – это буквы, которые называют АМОТ. АМОТ – это либо праматери, как и МАХОТ, либо основы, но такие порождающие основы. При этом три первых буквы – алоф, мэн, шеи, они в нашем мире, когда мы говорим про наш мир, действуют всегда в комплексе. То есть, ни одна из этих букв в одиночку ничего не дает, всегда нужен полный комплект. И здесь происходит вещь, которую для тех, кто занимается философией, скажем, вот философов, комментирующих в виде Цира, типа Рава, Сади, Гаона, у них начинаются проблемы. Буквы алоф, мэм и шин – это буква алоф воздуха, мэм – воды, а шин – огня. Вот по этому поводу, вот давайте какой-нибудь пример по поводу. Слово «шамайм», например, в комментариях Барбанеля, и слово «майм», с его точки зрения, однокоренные. Только шин, слове «шамайм» – это огненная буква, добавленная к стихии воды, то есть, это огненная вода такая. Но небо имеется в виду не ракия, вот голубое небо, а небо, которое над ракия. Но не над ракия, у него там сложное, сложное, это самое, но если мы говорим вот голубое небо, да, то вот небо, которое над ракия, это шамайм, шамайм – это высшее, чем небосвод. Так вот, шин настолько автоматически, для него огненная буква, что для него очевидно, что там небеса, которые, он говорит, устроены, это огненная вода такая, горящая огня, горящая огонь, горящая вода такая. Мем, очевидно, водная буква – это самая, да и она, кстати, между прочим, но вот по этому поводу, по-моему, Барселоне, среди всего прочего, указывает на то, что шин, он как бы похож на огонь, как бы три языка пламени, да, вот буква шин. Мем, он у нас как бы две волны, да, то есть она водная даже по начертанию, а алов – это на самом деле птицы. Я бы, если бы я умел рисовать, я бы вам показал, как это делается. Возьмите букву алов, такую только печатную, вот, и поверните ее так, чтобы вот эта поперечная палочка, которая алов, да, вот, алов идет. Алов над ним, ну, по-разному, как пишется, либо два юда, юд наверх и юд вниз. Вот, значит, и поверните так, чтобы вот эта диагональная палочка стала вертикальной. У вас получится буква ВАВ с крылышками, то есть вот по поводу начертания. То есть вот воздушность буквы алов, она как бы очевидная. И именно вот теперь вот от этих трех букв определяется воздух, вода. И вот теперь начинается проблема. Дело в том, что книга Ецера довольно четко различает Рох и Авир. Она пользуется и тем, и другим словом. Дело в том, что слово Авир, воздух, в Мишнаинском иврите употребляется обычно как пространство. Это не атмосфера, как сегодня, а обычно это именно пространство. А Рох – это как раз воздух. Вот здесь некоторая аккуратность. В книге Ецера Авир – это ясно воздух, а Рох – это действующая сила воздуха. При этом у огня и воды действующая сила огонь и вода. Здесь нет проблем. А вот Рох, он имеет отдельную вещь. Вот чего нету? Авир, я думаю, что это греческое слово, это авиа. Авиа, да, вот. Думаю, что это заимствованное слово. Но оно заимствовано было давно. Значит, 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 теперь все эти три буквы на самом деле. Значит, давайте вот, чтобы не было, вот не забегая вперед. Итак, третий мишна, третий главы. Небо вначале были созданы из огня, земля из воды, в авир – воздух, неврам и рох, махре байнатайм или межбинь. Значит, у нас получается так. Вот я хочу обратить внимание, что в секторе Ецира земля, как действующего начала земли, нет. Земля появляется, я напоминаю, на числе три, там, где появляется грязь, глина, то, из чего делает Всевышний. То есть это материя, из которой лепится тело. Книга Ецира не занимается телом. И по этому поводу, вот эта телесная составляющая, книга Ецира настолько не упоминает, что она отказывается считать землю, как одно из начал. Вот то, чего, скажем, вот тот же Садя Гаун, когда обнаружит, что в качестве действующего начала в мире, по книге Ецира не упоминается земля, а земля упоминается как созданная. Причем созданная из воды, то есть действующая начало земли вода, ему становится неудобно здесь, потому что он же находится в классических, более-менее греческих представлениях о четырех стихиях. И все комментаторы средневековые, в том числе еврейские, пытались комментировать все такие тексты, исходя из современной им науки, которых четыре стихии как бы главный элемент. И это невозможно по-другому. То для них отсутствие земли, как действующий начал, трудности. А вот для книги Ецира нет трудности. У нее, очевидно, есть Руах, Маем и Эш, и небо создано из огня, земля создано из воды, а воздух создано из Руах. Вот обратите внимание, что Руах, на самом деле, что бы ни утверждал Раф Садия Гаон, в книге Ецира это не стихия. И огонь это не стихия, и вода это не стихия. Это куда более духовные вещи. И это то, каким, что чем стихия. По этому поводу, вот, более того, ниже мы увидим еще одну уникальную вещь, где будет сказано, что земной огонь создан тоже происходит тоже от воды. И это просто полное неожидание. Вот в этом смысле Руах, который всегда оказывается в Махрея Байна Тайм, вот каждая Мишна, где говорится о том, что из чего создано, то каждый раз она кончается одной и той же фразой. В Руах Махрея Байна Тайм. И Руах является, определяет чашу, определяет дело в общем. Значит, вот эти три начала, их регулярно описываются как две чаши весов, и у них есть Хокхлашон. Хокхлашон – это точка равновесия весов, ну, подвеска весов, равновесия весов. Так вот, гармонизирующим началом то, чего является уравновешенным всех, всегда является Руах. И по этому поводу, когда говорится про мир, то в нем небеса, огонь, земля, вода, а сделать единое пространство, заполненное небом, землей и воздухом, нам нужен Руах для того, чтобы все это каким-то образом могло взаимодействовать. Значит, по этому поводу книги Яцера занимаются еще одния вещь, которая приятна для, скажем, понятно, техникам технаря, но не сразу понятна другим людьми. Дело в том, что книга Яцера исходит из того, что мир как бы для нее разделен на три составляющих другого плана. А именно есть Олам. Олам – это Вселенная, Мироздание. В отличие, скажем, вот смотрите, в Танахе Олам – это время, это вечность. Олам в Танахе никогда не бывает Мирозданием Вселенной. А вот в Мишаицкой литературе наоборот. Олам – это практически всегда Мироздание. В книге Яцера Олам – это Мироздание, а время – это Шана. Шана – это год. При этом книга Яцера вводит понятие трех кругов, трех гальгалин, трех колес. Давайте вот самое правильное слово в данном случае для слова – гальгаль. Трех гальгалин, один из которых – это непредименное повторение. Один из них – гальгаль-отиё, колесо буквы. Один из них – колесо времени, это колесо Шана, и есть еще колесо пространства. И это, ну, вращение неба, грубо говоря. Но это вот три таких колеса. Но есть по этому поводу, как бы, мир… Вот теперь от букв происходят три разных явления. А именно мир как мироздание, то есть физический мир, в котором мы живем, пространство, ну, заполненное физическими элементами. И это называется Олам. Мир как время, Шана, которое повторяется. Я напоминаю для тех, кто забыл, что слово Шана – год. Это также повторять. Шини, второй, да, на иврите, значит, по этому поводу Мишна, да, корень Шана – учить, то есть повторять, зубрить. В этом смысле год, с точки зрения иврита, это то, что непрерывно повторяется. И как в таких случаях положено говорить вслед за книгой Лицера, «Вагальгальхозер халила». И колесо возвращается в непрерывном круге. Халиль – это флейта, но махоль – это хоровод. То есть колесо непрерывно возвращается хороводом. В этом смысле вот по поводу иврита. Обратите внимание. Халиль – плейта, махоль, танец. Значит, халила – это повторение. Значит, когда говорят «Вагальгальхозер халила», то как бы колесо повторяет свой оборот непрерывно. Непрерывно, причем он найдет хоровод. Значит, по этому поводу, значит, вторая вещь – это время. Причем время, оно непрерывно повторяющееся. Время, оно непрерывно движущееся. И в нем, значит, начинается с того, что три вот этих исходных элемента, три исходных канала, которые определяются три времени года. Вот теперь опять мы имеем дело с евреями, поэтому времени годов как бы два времени года основных. Это хом в и кор. Хом – это лето, но жар. Кор – это холод, это зима. В рыве я в данном случае – это промежуточное, это вот хорошее время года в виде осени и весны. Как бы период рыве я их два – весной и осенью, когда кайф. Значит, по этому поводу понятно, что в году жаркое время, то есть лето, созданное из огня, холодное время из воды, арвия мэроах махрея байната. Вот, обратите внимание, как раз в году точка равновесия – это весна и осенью. Точно так же. Как бы между… Когда мы говорим про пространство, точкой равновесия является воздух между небом и землей. Это довольно фундаментальная вещь. И по этому поводу третий мир, о котором говорит Сепер Герцера, он обозначает в нем слово нефеш, душа, но на самом деле, когда книга Ицера говорит слово нефеш, она имеет в виду человека как цельная данность. То есть это не просто душа, это человек. Значит, по этому поводу у человека есть. Вот теперь проблема как переводить. Значит, есть голова, есть живот и есть гвия, которую большинство народу считают и правильно считают грудной клеткой. По этому поводу голова огненная, но как бы небо земля для человека, значит, живот водный, как бы земля для человека, а грудь, воздух, который является точкой равновесия. В каком смысле? В том же, в каком воздух точка равновесия для неба и земли, в том же смысле грудь является то, что управляет человеком. И вот теперь начинается довольно важная вещь. Регулярно, когда вы читаете еврейские книги, например, по астрологии в реверной времени бывают такие книги, то там очень часто начинают говорить про, например, дни недели. Это чуть-чуть ниже будет, но просто забегая вперед, не конкретно говорят. Вот когда говорят там дни недели и соответствует семи дни недели семи планидам, то регулярно говорят, что они попарно, их сопоставляют попарно. Совершенно право. Вот точно так же, как, а, давайте еще проще. 12 месяцев еврейского года. Регулярно прописано, скажем, месяц кишеры это Мазная, это Весы, ТВ это Гдинь, ну, там, например, Ниссан это Телло, по-моему, Овен. Фокус в том, что это неправильно, это вообще просто неправильно. Но хотя бы по причине того, что знаки Зодиака это солнечное знание, а месяцы еврейские, они лунные, поэтому сопоставление еврейским месяцам знаков Зодиака это очень сомнительная какая-то идея. Она становится, она теряет свою сомнительность, когда вы понимаете правильно книгу Ецера. Книга Ецера говорит про то, что скажем, знак Зодиака Весы и месяц Кишрей происходят из одного источника. У них общая причина, но вот теперь начинается то, на чем часто ловятся аналитики в науке тоже, от того, что у них общая причина, это не значит, что у них есть причина зависимости между месяцем и знаком Зодиака. Вот теперь так, ну давайте я чуть-чуть, я просто не знаю, насколько ясно сейчас пытаюсь выразить это. Вот смотрите, по одной и той же причине возникают два явления, например, при такой-то солнечной активности у нас меняется климат и солнечная активность также действует на человека напрямую. по этому поводу, если вы начнете статистический анализ, как это, например, делает этот сам неважно, это какой-нибудь статистический анализ, чижевский, проведете статистический анализ, то вы обнаружите какую-то связь между, скажем, вулканической активностью и поведением людей, склонностью к компустинному действию. Статистически вы эту корреляцию обнаружите, но там нет причинной зависимости при этом, потому что на самом деле причинная зависимость общая у вулканической деятельности и у поведения людей в зависимости от солнечной активности. То есть регулярно, когда вы замечаете математическую корреляцию, это не значит, что предметы связаны причинной зависимости. Скажем, ну, некоторый мой опыт показывает, что корреляция порядка одной трети показывает на то, что есть общая причина, а причинной зависимости между явлениями скорее всего нет, что надо искать общую причину этих двух явлений. Хотя регулярно ее найти нельзя, там, не случайно, это аккуратно со всеми пониманиями. То же самое. Книга Яцера указывает, что когда создавался мир, он как бы одним и тем же инструментарем. АЛОФМЕН ИШИН тремя вот этими буквами, которые РОАХ МАЙН ВАЭШ создавались три разных вещи. Мироздание, физический картаст мира, время, временной колесо мира и человек. Они понятно, что так, как вы их делаете подобным инструментом, они похожи, но причинной связи между ними нет, потому что у них весь связь по источнику, а не по зависимости между ними. Вообще, следствие из этого как следствие из этого связь, скажем, астрологическая с земными событиями, она тоже самая, насколько она принимает еще большой вопрос. потому что она может быть связью общей причины в мире и у людей. Источник у них один. Он отразился, этот источник в мире, и отразился среди людей. Вы пытаетесь по вот этому отражению угадать, насколько скажем, земные карты, небесная карта соответствует земным делам, но там нет причины связи, там связь не причинная, а связь по источнику, то есть она вот такая, а не вот такая, и у вас тут сразу начинаются проблемы, насколько вы точно способны это оценить и понять. И книга цара в этом смысле абсолютно железная логика. И когда она ниже будет указывать на то, как какая буква определяет, какой, скажем, какую планет, и что определяет в году, и что она же определяет у человека, она каждый раз указывает еще раз один и тот же путь натив. То есть по одному и тому же каналу льется, но не друг на друга, а каждому отдельно. И в этом смысле книга цара надо просто вот эту мысль книги цара о общем источнике и разделенном толадот порождении ее надо иметь ввиду. При этом книга цара делает еще одну вещь, которую тоже надо понимать довольно страшно. Это следующая идея и она вот как бы я хочу почему как бы сложно вы не понимали вы должны начинать царь. Мишна 7 в третьей главе книги цары гласит следующее. утвердил царем Аллах букву Аллах в РОХ но опять буква Аллах в РОХ она всегда царь то есть не царь буква Аллах и есть буква УРХ установил ее корону и собрал ее и собрал тройку вот этих определяющих пространства именно скелетных букв три главных вот этих эстока которые у нас РОХ Майем и Эш и соединил друг с другом вот теперь происходит тот самый главный фокус ради которого книга Яцера начинает работать все на свете происходит из комбинаций их надо уметь значит книга Яцера получается царап царап это спаять это царап это ювелир царап в старом игрите это спаять вот по этому поводу буквы работают когда они скреплены друг с другом в одиночку буква АЛОХ не создает воздух но она должна при этом она не создает воздух в мире не создает промежуточные времена года то есть весну и осень в году и не создает грудную клетку в данном случае ближе к сердцу но грудная клетка в комплексе в данном случае там еще легче нам нужно потому что это самое не создает грудную клетку в человеке но для этого нужны все три буквы и вопрос в каком порядке вот теперь порядок букв выглядит так если АЛОХ первый то это будет воздух в мироздании промежуточные времена года весна и осень в году и грудь у человека но пара следующих букв которые есть МЭМ и ШИМ они могут стать прямой последовательной МЭМ ШИМ а могут стать в обратной последовательной ШИМ МЭМ что определит прохождение ну давайте я слово не люблю но в данном случае оно будет правильно прохождение энергии и по этому поводу тогда у вас вот эти три начала воздух в мире весна и осень будут приобретут женские или мужские черты то есть воздух как бы рог первый а вот дальше определение определить мужское или женское это будет начало определяется порядком букв водных и огненных при этом если порядок вода вода огонь то это мужчины если порядок огонь вода ШИМ МЭМ то это женщины опять обычно это означает когда говорят про женское и мужское начало да я сразу говорю что вот эти буквы АЛОВ МЭМ ШИМ естественно есть шесть комбинаций ну понятно почему АЛОВ первое МЭМ ШИН и ШИН МЭМ МЭМ первое АЛОВ ШИН и ШИН АЛОВ ну и ШИН первое АЛОВ МЭМ и МЭМ АЛОВ всего шесть комбинаций значит каждое вот это начало включая воздух в мире они бывают женским началом и мужским началом они могут существовать по женскому варианту и по мужскому приятному то есть как бы вот этот греческий номер ну он скорее средневековый который пытается в четырех стихиях определить которые мужские и какие женские да ну понятно что огонь это мужская стихия по-моему воздух тоже мужская стихия а земля и вода женская но в книге церапс все совсем не так и воздух является мужским и женским в зависимости от того он влияет или на него влияет он рождает или от него рождает по этому поводу но например я пытаюсь вспомнить кто это позвольте я сейчас не буду вспоминать кто из комментаторов говорит так что мужское начало это когда огонь в конце а женское начало это когда вода в конце когда мы говорим о равновесных именно начал то есть как бы что чего запираем я не помню потому что я одновременно читал несколько комментариев и в результате они у меня немножечко каши сложились значит когда вот это холод воды вспыхивает огнем это мужское начало а когда жар огня пригашивается водой холодом воды то это женское начало я хочу обратить внимание вот именно вот на такое представление о разнице между мужчиной и женщиной точнее между мужским и женским началом и обратите внимание что мужское и женское начало они как бы это просто порядок это определяется порядком а не чем-то более а не материалом не участвующими духовными стихиями они одни и те же все три алапменшин то есть рог вода и огонь но порядок что в конце является запирающим свойством которое собственно и определяет финал является буйство огня или холод воды и женское начало определяется именно холодом воды или водой которая заливает огонь либо огнем который пытается одолеть воду именно это является мужским и женским описанием для воздуха точно так же когда речь доходит о букве мэм то есть вода да когда она получает становится венцом то есть стоит первая и три соединяется то понятно что мэм определяет землю как было сказано уже так как мэм это холод то это зима в году и живот в человеке но опять мусское и женское начало по мусскому и женскому варианту все это раздваивается если алыш то это воздух огонь то это женское то это мужское начало а если огонь воздух то это женское начало и опять что является запирающим а запирающие это определяющий внешний облик это воздух который переносит огонь если это жальское начало или огонь который пытается пожрать воду к этому стоян то есть точно так же вот эти порядки они оказываются существенными и естественно у нас остается третьим в этой истории что шин если начинающая открывающая то есть определяет несущий элемент главный несущий значит если хотите я готов сказать в стиле там когда говорится первая буква вихтир гемлих она стала царем то ее не надо понимать как она первая она является основным модулятором всего этого дела а вот дальше две остальные буквы как бы являются вторичными то что вот обертонами из текста этой истории так вот огонь он в соединении с рог и водой дает небеса на в мироздании лето в году и голову в душе и опять муж по мужскому и женскому варианту женский вариант это вода воздух извините мужской вариант это вода воздух а женский вариант естественно воздух вода опять на самом деле понятно что вода в конце это всегда женское начало а значит именно вот это пригасить то что есть успокоить ввести в равновесие женское начало всегда считается равновесие его можно отсидеть обратите внимание его можно определить как холод но это будет в данном случае неправильно потому что эта вода должна либо привести в некоторое разумное состояние пламя либо каким-то образом прекратить равнодушие воздуха и вот ну вот где-то так значит так вот в результате вот эти три буквы образовывают некоторое фундаментальное вот это вот тело мира причем тело мира тело мироздания года и человека что происходит теперь вот понятно что описывает мир таким способом или год таким самым общим образом человека но человек это не голова брюха и грудь год это тоже не зима лето весна это все намного более если все это все намного более сложное оно намного разнообразия вопрос аллах в конце чего если в конце трехи аллах это зависит от того о чем идет речь обратите внимание буква в конце не является ни мужской ни женской я подчеркиваю я хочу это подчеркивать вот все эти буквы аллах шин мэм аллах не являются ни мужскими ни женскими они образуют только в комбинациях мужской и женской началом сама по себе буква аллах не является ни мужской ни женской ни женской достаточное заметить следующее что она является женским началом если мы говорим о водной короне то есть если мы говорим о земле например мироздании она значит то есть первая мэм тогда аллах в конце будет женским началом воздуха а шин огонь мужский но если мы говорим про огненную вещь а именно про небо то аллах в конце станет мужским началом а мэм в конце станет женским началом то есть еще вот это некоторое понимаете я понимаю что в наше время там очень любят говорить когда-то скажем в наше время в дни моей молодости всегда говорили что там и в мужчинах и женщинах есть женское и мужское начало вопрос о том в каком они равновесии находятся в каких они комбинают ну сколько чего больше чего меньше книга яйцера в этом отношении тоньше она считает что разница между мужчиной и женщиной мужским и женским началом более точно говорить это не разница количества это разница структурная причем элементы одни и те же структурные то есть когда мы говорим про начало то мем и шин когда мы говорим про воздух это определяет мужчину но женщина определяет все то же самое только у них порядок шин мем то есть это структурная разница поэтому просто сказать алла в конце значит мужчина или значит женщина это зависит от того что ему причем потому что здесь вопросы начинать именно структурные и вот это тонкое понимание что такое структура что такое количество оно для книги церковь характер это я голос вопрос просто уточню всего 6 комбинаций 6 комбинаций создает и воздух и землю правильно и так далее и небо я хочу обратить внимание что вода как земной элемент не упоминается вообще есть небо земля и воздух то есть они геометричны скорее чем физичны вот эти вот понятия неба земля и воздух это скорее геометричные понятия геометрические понятия чем физические потому что воды просто уже не появляется в этой истории это заметили вода появляется есть как начало да рог эш майн но отсутствует вода как физический элемент при этом окей то есть получается что три начала дают 6 комбинаций как это назвать 6 комбинаций и каждая из двух она получается и женский и мужской соответственно в зависимости от последовательности она дает 302 она дает три основных комбинаций которые определяются первой буквой а дальше вторая а пара следующая дает любую мужскую любую женскую вариацию при этом я хочу обратить внимание на довольно важную вещь что земля традиционно мать земля да отец земля я даже не знаю есть ли языки в которых есть понятие отец земля женское начало но обратите внимание что в книге яцера у нас буква м вода дает землю в мире и она бывает мужской и женской это земля она бывает если она запирается огнем то земля будет мужским началом а если закрывается воздухом то она становится женским началом то есть это вопрос принимающий или отдающий в данном случае когда мужское и женское начало это принимающий или отдающий обычный то есть вот то чего мы пытаемся сейчас говорить может быть это тяжело воспринимается потому что этот подход он действительно не похож на основные структуры нью-эйджа то есть вот современные магии когда говорят вот эти структурные вещи когда одно и то же зависимость структуры рождает чуть-чуть разное и мужское и женское не столь категорично разделены а и даже явления в мире вот грудь мужская и женская все понимают разницу грудь не в смысле бюстов в смысле грудная клетка все понимают разницу но это одно и то же но структуры немножко разные то же самое живот мужской и женский это одно и то же но определяется это не одно и то же это мужское и женское оно сильно различается но различается оно по структурам а не по строительным материалам и в голове я напомню что голова это огонь да то есть небо у нас какая пара у нас идет небо голова лето да тройка вот именно такая но при этом небо ведь тоже оказывается мужским и женским и в этом смысле книга яцера она сильно не похожа ни на какую скажем вот магическую литературу которую ну магическую псевдомагическую но вот там ну я много читал ну читал смотрю по диагонали изучать не изучал но смотрел я всякие такие книги она сильно отличается там совершенно другой взгляд на мир мир другой совершенно по сути литера он устроен необычно по этому поводу вот то что я сейчас вывалил да я готов понять что это должно улечься просто потому что это по-моему непривычный взгляд на мир современных по крайней мере взглядов как устроен мир это очень непривычный взгляд именно потому что именно взгляд на структуры именно взгляд на мужское и женское в мире на то что такое небо потому что небо мать а у нас здесь получается что небо это может быть и женским и мужским началом да это уже непривычно правильно так вот мы с этим сталкиваемся здесь и как раз третья глава книги цера она в этом отношении довольно сложна но при этом вот что важно буква мэш три начала они не имеют направления вот то что в следующий раз четвертая глава да они не имеют диапазона вроде бы лето как бы не имеет диапазона лето это лето это ярлык оно может быть разным но это ярлык а вот диапазоны определяют совершенно другие буквы 7 других букв диапазоны вот эти числа можно было бы сказать но здесь чуть-чуть другое потому что числа это счетная единица а это размеры и место на в диапазоне определяют совершенно другим началом 7 двойными буквами то есть вот то что мы сейчас видим что небо земля и воздух это как единый блок без диапазона без метрики без размеров да нет нет-нет-нет это не очень это место которое значит я отвечаю я думаю что все видят вопросы в этом самом чате значит вопрос в чате от Александра начало третьей главы три матери они отражают баланс с одной стороны виновной с другой стороны очищенной что значит виновной очищенной значит давайте во-первых это не очень удачный перевод но удачного перевода книга идицера быть не может в принципе поэтому все в порядке у нас никаких претензий к этому нет и быть не может значит в оригинале там сказано так значит мы знаем значит он сомначалом был это одна из первых значит значит когда говорится про значит три буквы а вот мои мышцы не отражают баланс а они отражают понимаете когда вы даете ссылку 3.1 я сразу предупреждаю что это зависит от версии которая у меня потому что например у меня в версии которая у меня этого вообще нету этой мышцы она просто совершенно в другом месте и у меня например просто нету такой мышцы в моей версии но скажем вот сейчас посмотрю вот есть такая версия другое значит три матери алоф мэмши но они эмэши написаны у меня основание их чаша долга и чаша права и лошон бог который является промежутком между ними значит первую очередь кап схуд вы кап хова слово кап означает чаша в данном случае в современном ибрите конечно это ложка но когда речь идет о весах эта ложка становится чашей чаша кромысленных весов она называется сломка теперь обычные значит два комментария которые к этому обычно бывают они будут бесконечно что касается хова и схуд здесь вопрос как надо понимать эти слова вот лошон кок как бы очевидно что это называется по-русски но вот то на чем вот если весы ставят не подвесные а ставят на такой клин значит вот делается клин острый а на него ставится вот так вот кромыслы весов так вот лошон кок это может быть вот этот вот клин центр кромысл по этому поводу они не отражают баланс они отражают следующее что одна значит один одна чаша весов пытается перевесить другую а между ними находится центр равновесия и идея как раз состоит в том что вообще то вот эти два начала должны как бы они пытаются перевесить друг друга и каждый тянет свою сторону один вниз понятно и каждый из них пытается перевесить друг другу но при этом они не должно произойти падение вот на таких весах которые я описал это не весы которые мы обычно когда кромысл на весу мы привыкли с подвеской как вот школьные весы нам давали там подвеска была а я говорю чуть-чуть более старую форму и здесь скорее всего имеется ввиду именно она хотя иногда и точно так же делают клин и клин подвешен а на нем вот качаются весы вот этот лошон холк клин на котором висят печи весы он как бы их поддерживает но при этом он вроде бы не участвует в соревнованиях весов но трагедия произойдет катастрофа происходит когда одна из час резко перевесит другую потому что вся система может развалиться поэтому поводу вот этот неподвижный клин который не пытается перетянуть вот здесь аккуратно внимательно нужно вот этот клин который на весах он как бы не имеет отношения к результату соревнований чаш весов он всю эту систему просто держит он не участвует в этой игре но при этом без него вся эта игра становится решенный смысл потому что весы не работают без этого это та самая устро по этому поводу у вас как бы здесь говорится так два действующих начала и то на чем здесь баланс происходит при этом хова и схуд здесь вечная проблема надо ли вы же евреи вы же в иврите нахуд а в иврите хова и схуд оно одинаковым успехом применяется и в уголовном праве и в финансовом праве хов хова хая это тот кто должен заплатить а схуд это тот кто может получить то есть хая это виновен закай это не виновен но точно так же хая должен заплатить закай имеет право получить причем более того в классическом средневековом угрите чаще всего слова хова и схуд понимается именно в смысле финансового права должен и имеет право да закаут это современный наврите это возможно имеет право получить права так вот как бы хова платит закай получает и все это вертится вокруг точки равновесия потому что в тот момент когда точка равновесия не будет вся игра потеряет смысл и вот эта середина она все это определяет то есть как бы она является то на чем вся эта игра держится вот то что я сейчас сказал это одно понимание второе понимание если я правильно понимаю принадлежит принадлежит теперь надо вспомнить чтобы не запутаться в комментариях второе понимание вот смотрите вот аналогия в области поведения человек лошон хоп лошон ко мне в рай вот это пишет что между виновен и невиновен между ними находится лошон хоп между ними находится лошон хоп то есть язык закона находится между ними как бы это совершенно другое четыре почему переводить цепь реветцира очень неприятное занятие потому что то что я сейчас сказал оно кажется очевидным да что именно так и надо переводить часом долго чаще право и точка равновесия или клин равновесия между ними которое решает но есть другое чтение абсолютно где лошон хоп означает не точку равновесия а именно то что и решает прав или не прав и язык закона решает между ними то есть как бы решающим здесь является закон а не и речь идет не про равновесие речь идет именно о том что перевесить при этом должен сказать что слово язык в данном случае понимается как речь сторон то есть и разговор речи да оказывается решающий то есть как бы у вас получается следующее так как хоп лошон обратите внимание что в следующих мешнах регулярно когда говорится про два начала то в третьем внешне махрия бейнатаем рох махрия бейнатаем трижды в рох махрия бейнатаем всюду является тем что махрия то что является тем самым центром вокруг всего и то что все решается оказывается рох а так как мы сказали что рох это еще и слово то между долгом и правом это слово это второе чтение во всей этой истории это виновные и очищены нельзя так переводить нельзя переводить виновные очищены я прошу не прощения но вы должны все-таки выбрать из одного из одной плоскости либо виновный и невиновный оправданный виновный и оправданный должный И должник, и правополучатель, либо слово «захут» можно, конечно, перевести «чистый», но тогда это правильно, но тогда слово «хваэль» не понимает, что с ним делать, потому что «захут» противоположное слово будет «тусклое», обычно должно сказать слово «тусклое» либо «грязное», а никак не «хва». Я просто прошу прощения за слово, кто это переводил. Слова, где в данном случае ясно шли, что из одноклассников. Вот. То есть здесь, почему книга «Цераст» неудобна? Ее очень трудно переводить именно в силу того, что она афористичным языком сформулирована. В результате вы регулярно начинаете теряться, как вам это место понимать. И я не хотел вообще вступать в такие комментарии, хотя они, безусловно, важны и интересны. Потому что, с одной стороны, у вас лошон бог, вокруг которого все решается, оказывается как бы судьей, да, не судьей, а тот, кто вообще ничего не делает, и на нем вся эта история держится, история борьбы. А с другой стороны, у вас все решает две части весов и слово, которое решает, кто в этой истории будет у нас справа. Это совершенно другая история, да. И в данном случае решить, какой перевод правильным, какое понимание правильное, это невозможно. Надо всю концепцию взгляд и смотреть. Потому что, скажем, ниже есть еще будет несколько случаев, когда просто непонятно, какой из вариантов слова надо брать. И тогда две совершенно разных картины мира будут описаны. Но в этом и есть прелесть книги Цера. Зато то, что я вот рассказал про три буквы, которые Эмеш, и о том, как они складываются в трех плоскостях мира, на уровне психологии методов, на уровне времени и на уровне пространства, они как бы здесь, это, ну, вариант, это одинаково для любого стиля комментариев. Нет, это не намек на Ти Перет. Во-первых, потому что Ти Перет не является балансом между Бурой и Херстом. Ти Перет в такого сорта книгах появляется, как Шесть нижних спирот. Это баланс между всеми шестью нижними спиротами. Это можно понимать, как Бурой и Херстом. Но беда в том, что книги Цера, Аллаф, Мэм и Шин – это не спироты. Сфироты, они соты Аллаф, Мэм и Шин. Если вы вспомните вторую главу, где говорится про то, что, значит, один – Рох, Мрох, два – у нас, значит... Значит, первая глава в конце. Вторая глава – это Сфироштайн, да, либо Цифроштайн, я думаю, что число, кстати. Рох, от Рох, то есть от Души мира исходит дыхание, которое будет словом, и оно формирует 22 буквы основных, 22 буквы Шлаша, Амод, три матери, семь двойных и двенадцать простых. То есть двенадцать, три и так далее, они происходят от второго, либо второй этап творения, либо это вторая Сфирана. В любом случае Аллаф, Мэм и Шин не являются Сфиротами. Это вот очевидность. Поэтому намек на Тиферот как то, что является гармонизирующим началом, да, но фокус в том, и это довольно важно, что Тиферот является гармония в системе Эссер-Фалмут, Эссер-Госфирот, в системе Эссер-Госфирот является активным началом, а не пассивным. Это довольно важный аспект, который надо понимать, что Эссер-Госфирот – это вроде бы два активных начала. Пассивно описывает Госфирот, описывается как пассивное начало, но оно на самом деле это активно-пассивное начало. Это пассивность как жизненная позиция, на уровне психологии. Это пассивность, которую человек готов защищать станком. Это не та пассивность, это пассивность, которая… Я вооружен за дозумом пассивность, если вы не путаете, делайте со мной что хотите. Гвура – это Ицхак. А Ицхак – мужчина абсолютно железный. Прочтите внимательно всю историю про Ицхак, и вы поймете, что как раз вот кто в танке абсолютно железный человек, так это Ицхак. Поэтому это другое совершенно город. Но вот Тиферет является активным началом в это самое. А вот Лошон-Кок, я не уверен, что это… Тут вопрос просто двух подходов. Если это закон, тогда это не активное начало, а начало решающее, которое говорит, как должно быть. Понимаете, в чем дело? Но не пытается вмешаться в игру весов, а просто устанавливает в конце счет. А если это несущий клин весов, то оно вот уже совсем пассивно начало. Но чем надо быть, чтобы внести такие вещи? Вот так. Ну что? Закругляемся? Посмотри, пожалуйста, есть в чате вопросы. Я отвечал на них на все. Я смотрю на чат, у меня он включал все время, я ответил на них на все, чтобы что-то было. Да, я думаю, мы подошли к концу, господа и дамы. На самом деле, мне кажется, правильно оценить все-таки и для Мейера, и для остальных. А что народ как бы врубается в то, что… В содержание того, что говорит лектор? Это как бы важно понять на самом деле. Ну, вопросы задаются, значит, наверное, врубаются. Что-что? Ну, если есть вопросы, значит, наверное, что-то… Подожди, это не совсем ответ. Сейчас, секунду, я выключу, может быть, запись. Ну, что делать?